Ребят, неделя была бы неполноценной, если бы мы не обсудили, что дальше для Чимаева. Но мы не можем начать ни одно обсуждение насчёт того, что ждёт Чимаева дальше, потому что мы сразу натыкаемся на логичный ответ. Я не знаю. Понимаете, у нас нет никаких зацепок. Совершенно никаких зацепок. И я вот что скажу. Когда Чимаев и Магни гнали друг на друга в Твиттере и затем резко перестали, я думал, что это наша зацепка. То есть Чимаев будет биться с Магни. Бой сделан. Потому что зачастую так это делается в нашем спорте. Когда тебе дают оппонента и всё подписано, тебя просят никому не говорить об этом, чтобы это можно было сделать официально на пресс-конференции и как они это делают. Дэна, например, на пресс-конференции анонсирует новости. Но если бы новостей не было, потому что их все уже слили, тяжело было бы сделать пресс-конференцию. Это к примеру. Так зачастую работает наш бизнес. И если вы это понимаете и видите, как два парня ни с того ни с сего таинственно замолкают, значит им дали поединок. Но это не тот случай. Прошло слишком много времени. Мы смотрим на часы и думаем, а зачем же им так долго ждать, чтобы анонсировать бой? Так что это мы исключаем, и появляется Белал Мухаммад, который говорит, я хочу этот поединок. Чимаев говорит, я готов биться хоть с кем. Если бы они хотели сделать мегабой, они бы могли свести Чимаева с Колби Ковингтоном, но я с уверенностью могу сказать, что этого не будет. Я уверен, что этот бой состоится в 22-м году, но это не следующий бой для Хамзата, а мы обсуждаем именно следующий шаг. Но я думаю, что можно исключить... Так, окей. Раз уж нам никто не помогает, давайте пойдем от обратного. Это, конечно, не лучший способ прийти к какому-то выводу, но иногда других вариантов просто нет. Мы знаем, что это будет не Магни. Хотя, конечно, мы ничего не знаем. Так, фигурально выражаясь, но вы меня поняли. Но мы знаем, что это не Магни. Этот бой можно было сделать много раз, но его так и не сделали. Окей. По какой-то причине нравится вам это или нет, мне, например, нет, но это не Магни. Хорошо. Ни с того ни с сего появился Белал Мухаммад. Интересный выбор. Но Белал делает то же самое, что делал Магни. Он открыто заявляет, что хочет получить этот поединок, но он все еще не получил его. Так что можем ли мы полностью исключить Белала Мухаммада? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но пара вещей указывает нам на то, что их, скорее всего, не сведут. И вот почему я исключаю Колби Ковингтона. И вообще я начал это обсуждение, чтобы прийти именно к этому, к исключению Колби Ковингтона. Вот что мы имеем по ситуации с Чемаевым. Дэнно Уайт сказал, что он в четырех поединках от обсуждения боя за титул. Он молод, он хорошо себя проявляет, но сейчас Камар Усман это лучший боец паунд фо паунд, и поэтому я пока что не хочу их сводить. Окей. Точка. Это все, что сказал Дэнно. Но, по-моему, это дает нам четкое представление. Именно поэтому я исключаю Колби Ковингтона, потому что я не могу представить. И здесь вы со мной согласитесь. Нет никого в полусреднем дивизионе, кто в случае победы над Колби Ковингтоном не стал бы главным претендентом на титул. Колби показал нам всем, ясно как день, когда он бился с Камар Усманом в МСГ, что он второй лучший боец в этом дивизионе. И это и должно подразумеваться под главным претендентом. К сожалению, это не всегда так, но это должно быть так. Так же, как и чемпионом, не всегда является лучший боец в дивизионе. Но это должно быть так. Но давайте хотя бы согласимся в этом. Колби Ковингтон это лучший боец после чемпиона мира. Так что я думаю, что любого, кого сведут с Колби, и любой, кто побьет Колби, автоматически получит бой за титул. Но нам сказали, что Чимаев в четырех победах от титульного боя. А если бы он побил Колби, его бы нужно было выводить на бой за титул. Было бы безответственно не сделать этого. Нельзя определить одного из лучших бойцов в мире и сместить его с этих позиций. Это было бы действительно безответственно. Некоторые, например, против того, чтобы Джон Джонс при переходе в тяжелый вес сразу получил титульный бой. Но какой-нибудь условный номер 9 он отправит в больницу. Нельзя позволять Джону Джонсу просто пройтись по дивизиону. Нельзя закидывать его с кем попало и смотреть, что произойдет. Это было бы безответственно. Потому что Джон Джонс даже лучшего бойца в мире, чемпиона мира, отправил бы в больницу. Так что нужно с ответственностью подходить к этим поединкам. И если бы Чимаев одолел Колби Ковингтона и показал всем, что он действительно один из лучших, но вы не выводите его на эту позицию и даете ему там парня с шестой, с девятой, с четвертой строчки, вы видите, что это создает определенную проблему. И поэтому я думаю, что можно исключить Колби Ковингтона. Гилберта Бернса я бы хотел исключить из личной симпатии. Я просто не думаю, что Гилберта Бернса за его рвение и за весь усердный труд, что он проделал, нужно наградить еще одним тяжелейшим поединком. Мне не нравится эта концепция. Но ко мне никто не прислушается, если вы меня в этом не поддержите. Так что прошу, не надо делать ретвиты и раскручивать эту идею поединка Чимаева и Бернса. И что мы имеем? Я думаю, что у нас также есть Люке. Это один из вариантов, но он говорил пару недель назад. Я думаю, что Люке нужно больше говорить. Я не знаю, на какой позиции Люке в мире, но если бы мы проводили полноценный турнир, чтобы определить лучшего, я думаю, что Люке был бы в топе. Не знаю, где точно, но он не думает, что он ниже четвертой строчки. Если вообще не самый лучший, он очень-очень хорош, но Люке недостаточно много говорит. Он просто тихонько продвигается к цели. Но когда он что-то говорит, лично мне это кажется очень интересным. Например, то, как он ответил Чимаеву пару недель назад, по-моему, это было убедительно. Он написал, Чимаев, ты называешь много имен, но не называешь моего. Скажи, я буду там. Это было интересно, мне подобное нравится. Когда два парня бьются, мне, как фанату, необходимо знать, что как минимум вы оба хотите биться. Мне нужно знать, что вы оба готовились к этому, вы многим пожертвовали, но самое главное, вы оба верите, что можете побить оппонента. Чтобы никто не думал, что его пустят на убой. Типа, я здесь просто, чтобы шоу продолжалось. Нет, я здесь, чтобы одолеть его. У меня есть необходимые навыки, и я готов. Все, я заинтересован. Я заинтересован. Мне это по душе. Чимаев верит в это. Люк, как мы теперь знаем, тоже верит в это. Но по какой-то причине этот поединок так же не делают, по крайней мере, не так быстро. И в итоге нам остается думать, что же у них за план. Какая у них идея. Может быть, дело в том, что те, кого они хотят свести с Чимаевым, уже с кем-то бьются. Типа, вот, у него бой на подходе, он проведет его через 2-3 недели. Мы посмотрим, каким он выйдет из боя, и там решим. Но я так не думаю. Потому что мы такого почти никогда не видим. А если и видим, то мы всегда говорим об этом. Мы уделяем этому особое внимание. Типа, вот, в случае победы в этом поединке, он выходит на бой с тем-то, тем-то. Мы никогда не храним это в секрете. Но в случае с Чимаевым это действительно так, это секрет. Мы понятия не имеем, что происходит, у нас даже зацепок нет. Я не понимаю, почему. Так что мы идем от обратного, и я думаю, что мы можем исключить Магния по какой-то причине. Этого просто не произошло. Я думаю, что Белал это неплохой вариант. По какой-то причине, когда Люке дал о себе знать, вы эту возможность не вцепились, а я думал, следовало бы. Я имею в виду, Люке был в шаге от титульного поединка. Он страховал мейн-эвент в МСГ, он мог побиться за титул. Так что Люке в отличной позиции. Думаю, что Колби мы можем исключить. Потому что если Чимаеву нужно 4 боя, я просто не думаю, что есть кто-то, кто может сейчас побить Колби и не быть признанным всеми главным претендентом. Так что кто остался, ребят? Что я упускаю? Может быть, вы видите еще какие-то варианты, но если они не говорят об этом, то они уже не удел. Такого просто не бывает в нашем спорте. Прошерстите всю историю и найдите мне случай. Найдите мне имя бойца, который получил большой поединок, при том, что он этого не просил. Понимаете, это работает как собеседование. Первым делом ты смотришь, кто из парней поднял руку. И затем ты уже начинаешь сравнивать эти варианты по разным аспектам, определяешь лучшего, и он занимает эту позицию. Так что у нас отозвался Магни, у нас отозвался Белал, и у нас отозвался Люке. Вроде это все. Ну, Джефф Нил вроде бы тоже что-то говорил. Может быть, я забыл еще кого-нибудь. Так или иначе, мы выбираем из этих парней. Так чего мы ждем? Ответ есть. Мы что-то упускаем. А я хочу всегда знать все обо всех. Кто что делает, кто чем занимается. Понимаете меня? Но я что-то упускаю, и мне это не нравится. Может быть, все очевидно, я должен это видеть. Вы это видите. Если так, то с кем же он будет биться? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...